Привет, друзья! Меня зовут Дарья. Я очень рада, что вы заглянули ко мне на канал Дэри Арт Рисовать Может Каждый. И сегодня выходит первый урок нового марафона по спиртовым маркерам, где мы с вами рисуем красивые зимние пейзажи с горами. Данный марафон назван «Счастье в горах не просто так». Я уверена, что такие пейзажи вас будут вдохновлять на творчество, и вы с большим удовольствием со мной порисуете. Для создания данного сюжета нам потребуется не очень большая палитра маркеров. Здесь 12 штук. Важно иметь серые цвета маркеров. И очень хорошо, если у вас будут хотя бы 3 маркера, которые имеют градацию в серых цветах. Да, светлый, средний, темный. Дальше цвета можно менять. Единственное, конечно, цвет кожи лучше придерживаться традиционных оттенков. А вот цвет рюкзака, джинс, куртки, шапки, волос вы можете поменять, учитывая вашу палитру маркеров. Вы берете цвет и подбираете к нему более темный оттенок. Если вдруг нет дополнительно темного оттенка, можно будет затемнить серыми цветами. Как я и сказала, серые лучше иметь в наличии для данного марафона, так как основную работу мы будем делать именно серыми цветами. Также нам, конечно, пригодится бумага для маркеров. Я рисую в скетчбуке Bristol от Malewich. Здесь бумага 160 грамм. Я не советую брать бумагу тоньше. Не берите бумагу с пропиткой, так как здесь у нас многослойная работа. И нам важно, чтобы маркеры между собой хорошо смешивались. Также помимо бумаги и маркеров, нам, конечно, нужен простой карандаш, ластик, клячка, чтобы сделать карандашный рисунок. Сам рисунок мы уточняем линером. Берите тонкий линер. У меня здесь 005. Помимо того, что мы прорисовку делаем линером, нам нужно будет в конце сделать белые блики. Я здесь использую также от Malewich Graffart белая гелевая ручка. Вы можете взять любую белую ручку. Главное, чтобы она ярко писала и оставляла белый блик в нужных местах. Доработку можно делать цветными карандашами. Цветные карандаши это палочка-выручалочка, если не хватает какого-то оттенка маркеров. Вы можете натушевать аккуратненько цветным карандашом нужный цвет, и у вас будет более плавный переход. Обязательные черные и белые карандаши. У меня карандаши от Faber-Castell. Здесь, опять же, данные цвета, белый и черный, помогают углубить тени и высвязлить нужные объемы. То есть черный и белый карандаш нужно иметь в своем наборе обязательно. Остальные карандаши, если есть, хорошо. Если нет, ничего страшного. Это то, что нам потребуется для создания данного сюжета. Фотореференции, подробный список материалов есть в описании к данному уроку. Заходите, смотрите, готовьте материалы и давайте приступать к созданию данного сюжета. Начинаем с карандашного рисунка. Изначально нам нужно найти объем девушки и верно расположить ее позу. Также, конечно, нам нужно скомпоновать положение девушки на листе, чтобы в целом наша работа смотрелась гармонично. То есть наша задача, конечно же, добавить объем гор. То есть мы условно можем себе примерно их линию наметить. Оставить объем для неба. И здесь мы видим, достаточно высоко поднимается объем девушки. То есть она занимает больше половины листа. Дальше мы можем с вами условно найти центральную ось. То есть девушка у нас будет располагаться по центру. Вот здесь она будет находиться. Дальше нам нужно заняться построением. То есть здесь у нас девушка стоит неэстатично. Есть динамика, есть изгиб позвоночника. Все это мы с вами должны найти и показать. То есть что мы здесь видим? Мы видим, что линия бедер находится выше края листа. То есть здесь достаточно впритык обрезана фигура. Но такое возможно. То есть именно в районе паха обрезать не рекомендуется. А там где у нас идут уже ноги, обрезать можно. И мы условно себе намечаем вот эту вот линию движения бедер. Что они выше, чем край листа. И мы видим, что правое бедро поднимается выше, левое бедро поднимается ниже. И перед нами появляется вот эта вот высота верхней части тела. Если брать стандартные пропорции, то данную высоту, данную высоту мы можем смело разделить на 4 равные части. Сначала пополам, потом каждую половинку пополам, чтобы найти основные объемы тела. То есть мы будем двигаться по стандартам. Индивидуальные особенности девушки высчитывать, вымерять не будем. Здесь мы видим, что позвоночник имеет изгиб, наклон. Здесь вот у нас идет примерный объем головы в верхней части. И мы видим, что движение позвоночника имеет небольшой изгиб. Если мы хотим найти длину шеи, то это примерно 1 треть высоты данного отрезка. Достаточно условно. И в этом районе мы добавляем плечи. Здесь плечи мы видим наоборот. Движение уходит вверх, влево. То есть мы видим, что правое бедро выше, а здесь левое плечо выше. За счет этого появляется динамика нашей позы. Дальше. Достаточно условно мы можем отметить ширину плеч. То есть чаще всего мы делаем ширину бедер и плеч одинаковые. То есть если мы примерно здесь найдем ширину бедер таким образом, то и этот размер мы можем с вами отметить вверх. Ширина плеч индивидуальная. Можно делать уже, если вы хотите сделать более миниатюрный вариант. Можно сделать шире, если хотите сделать больше мужскую фигуру. То есть тут ширина плеч, конечно, индивидуально. Зависит от того, как человек рос, как формировался его скелет. Это все закладывается с раннего детства. Дальше. Отметили примерную ширину плеч. Также мы можем увидеть, что вот здесь у нас примерно идет талия. Локти чуть выше талии, потому что они поднимаются. То есть условно мы можем себе найти линию параллельно линии плеч. И условно движение рук разметить, опираясь на данную линию. Дальше смотрим длину. Нам нужно, чтобы от плеча до локтя, от локтя до запястья были примерно одинаковые размеры. Можно сделать чуть-чуть короче от локтя до запястья. Но в целом отрезки должны быть похожи. Сделай. Здесь мы можем эту длину сократить. Сделать чуть меньше за счет того, что, скажем, руки немножко выходят вперед. И за счет перспективы отрезок сокращается. Здесь у нас идет объем кистей. Сама кисть у нас по размеру, это не полная лицевая часть. То есть мы условно можем лицо разделить на два равных, точнее на три равных отрезка. И два отрезка взять на размер кисти. Но так как кисти у нас в сложном положении, поэтому вот эту вот одну треть головы мы смело отдаем на кисти. Сделали. И условно здесь мы можем показать, что мы смотрим на голову сзади. То есть перед нами раскрывается не овал лица, не овал головы, а круг. То есть в верхней части перед нами раскрывается круг затылка. А лицевая часть, она вот здесь, впереди. То есть перед нами здесь раскрывается объем шеи. Достаточно условно покажем. Силуэтно движение фигур. Залужение к талии. Сделали. То есть вот у нас примерный объем девушки нашелся. Плечи надо сделать, конечно, ниже. Но это все условно. Затылок можно сделать побольше. Отлично. Дальше давайте не будем углубляться в анатомию. Основные моменты мы с вами нашли. Пластику тела мы нашли. Длину рук нашли. Движение изгиба позвоночника нашли. Это самое главное. Дальше мы можем смело углубиться в детализацию. Когда уже все объемы найдены, мы можем этот скелет. Сразу не добавлять на него мягкие ткани, не искать объем мышц, а сразу ориентироваться по фото, добавить объемы одежды. Так как это скетчинг, мы можем допускать небольшие неточности, так как объем одежды все моменты нашего построения может скрыть. Поэтому сильно не заморачиваемся. Начнем с того, что отметим объем шапки. Здесь мы должны показать, что шапка полностью, то есть мы примерно с вами окружность затылка нашли. У нас полностью шапка закрывает затылок. То есть вот здесь вот у нас линия. Из-под нее выскакивает косичка, которая стремится прямо в кисть. Линия уходит вверх. Огибает голову. Мы добавляем объем, потому что объем головы плюс волосы плюс шапка, конечно же, он становится больше. И мы достаточно условно объем шапки найдем со складочкой. Здесь пумпона нет на фотографии, но можно добавить пумпон для большей выразительности. Добавили объем шапки. Дальше объем шеи у нас скрыт капюшоном. Это прекрасно. Нам не нужно выстраивать все тонкости. И мы можем нюансики прикрыть капюшоном. То есть тут, ориентируясь на фотографии, мы объем складок намечаем. Они активные, объемные, за что им большое спасибо. Добавили. Дальше. Здесь мы тоже введем линию в кисть. То есть это линия будущей косички. И теперь добавим силуэт рюкзака. То есть мы видим, что линия плеч у нас идет левая выше, правая ниже. У рюкзака наоборот. Линия идет правая выше, левая ниже. Мы видим, что примерно рюкзак находится выше, чем наша линия бедер условная. Но на фотографии у нас получается чуть-чуть он даже ниже будет опускаться. Если мы берем тазовую линию, то есть самую широкую часть бедер. Если брать ягодицы, то ягодицы вот здесь вот у нас будут ниже. Поставили засечку и условно найдем объем рюкзака. То есть тут опираясь на фотографию, мы его форму добавим. Дополнительные ремешки на расширение объема, боковые карманы. То есть пока достаточно условно наметим его форму, потом еще детальнее прорисуем. Так. И нижний карман. Сделали. Дальше, конечно же, у нас пойдут лямки. То есть с другой стороны лучше их обозначить точнее, даже если их не видно на фотографии. В рисунке такие моменты лучше уточнить. Ну вот верхний объем мне можно увеличить. Таким образом разметили рюкзак. Дальше добавляем объем плеч. То есть вы должны понимать, что вот эти наши вспомогательные линии, это не верхняя линия, это внутренняя линия условной косточки. Поэтому данным линиям мы с каждой стороны, и сверху, и снизу добавляем объем. И примерно движение складок наметили. Здесь перед нами идет белый шов. Тоже условно добавили сбоку складки на куртку. Здесь небольшой объем торчит. Так, и линия уходит вверх. Тоже примерный силуэт рукава. Найдем. Дальше перед нами идет кисть. Здесь у нас мы видим только основные фаланги. Где у нас идет запястье, тут у нас есть часы. Мы можем их достаточно условно отметить. Дальше расширение достаточно сильное к большому пальцу. И здесь мы видим складку между указательным и большим пальцем. Видим сверху большой палец. И по небольшой диагонали силуэт пальчиков. Мизинит. И от мизинца тоже заужение к запястью. И силуэтно каждый пальчик мы отметили. То есть рост пальчиков начинается достаточно высоко. Здесь у нас идут пясные косточки. То есть если вы посмотрите, пясные косточки. И только потом идет рост пальчиков. Достаточно условно момент этот отметили. Сюда же мы сразу дорисуем силуэт косички. Хвостик уходит сюда вбок. Резинка. Ну и сама косичка на расширение идет к голове. То есть достаточно условно ее отметили. Потом поточнее прорисуем. Пока просто галочками можно показать движение плетения волос. С другой стороны точно так же мы с вами добавляем силуэт руки. Шов на куртке белый. Складки. Здесь у нас локоть. Так, здесь у нас получается, где запястье мы видим рукав. И только потом уже идет кисть. Сильное расширение идет к большому пальцу. Сам силуэт большого пальца. Складка. Здесь у нас идут пясные косточки. И только потом объем пальчиков. Условно разметим. Так же в кисть добавляем хвостик. Так. Резинка. И на расширение движения косички. Тоже галочками можно плетение показать. Снизу. То есть тут вот у нас сбоку пойдет объем складок. И сюда вот вперед выходить ширина бедра. С этой стороны бедру объем не добавляем. Мы видим складку под ягодицей. То есть по диагонали они идут. И здесь у нас будет силуэт карман. Мы это потом уже все усу... Точнее отрисуем. То есть вот у нас уже объем девушки найден. Я еще чуть-чуть увеличу объем шапки. Таким образом помпон можно побольше сделать. Но помпон можно не добавлять. То есть силуэтно посмотрите на вашу фигуру. И здесь, если нужно, объемы подобавляйте. Дальше силуэтно добавляем движение гор. Так. Здесь какой-то хребет. И в этом месте давайте вверх уведем. То есть стараемся, чтобы вот эти вот пики были на разном уровне. То есть если высота здесь, значит с этой высотой больше ни одна пика не повторяется. Делаем каждую пику на разной высоте. Здесь. И тут у нас внизу идет линия сугроба. Тоже условно ее добавим. Отлично. Теперь мы можем с вами заняться более точной прорисовкой. То есть это все вспомогательные линии, объемы. Мы примерно нашли местоположение каждой детали. Сейчас нужно это все красиво отрисовать. Берем клячку. Берем клячку. Делаем из нее колбаску. И прокатываем наш рисунок. Чистим его. Убираем лишние линии. То есть сейчас мы уже будем работать на чистовую. Можно сразу брать и работать линером на этом этапе. Если есть опыт, есть уверенность в своих силах, то можно взять линер. Так как у всех опыт разный, поэтому я спешить не буду. Делаем вместе прорисовку простым карандашом. А потом уже перейдем к линеру. То есть уточним объем шапки. То есть тут у нас помпон. Движение складок. Объем косички. И объем складок капюшона. Уточнили. Дальше. В складке на рукавах. Здесь у нас идет белый шов. Показали. И здесь также. То есть опять же, опираясь на фотореференции, уже на созданную разметку, делаем изображение точнее. Здесь у нас виднеются часы. Вот здесь. Так, резинка. Хвостик. Так. Дальше. Точнее, снизу капюшон. Шов белый. Здесь будет виднеться лямка от рюкзака. Ну и сам рюкзак давайте точнее отрисуем. Дополнительный ремешок. Так, сверху у нас идет лямка. Добавляем ей толщину. Так. Здесь также у нас пойдет шов. Белый. Ну и тут где-то тоже будет виднеться лямка. Так. Дальше. Объемы рюкзака уточни. Дополнительные карманы. Ремешки. Толщина. Боковые карманы. Все отрисуем. Дальше здесь у нас тоже виднеется белый шов. Складки на куртке. Так. Так. И с этой стороны также отрисуем поточнее. Тут у нас виднеется капюшон. И только потом уже объем рукава. Шов тоже есть на рукаве. Снизу. Здесь опять же опираясь на фотореферент, все нюансы отрисуем. Белый рукав торчит. Кисть отрисуем. Движение волос. Резинку и косичку. Сделали. Дальше до конца доделаем бедра. Карманы. Отлично. Дальше у нас остаются горы, но мы их точно прорисовывать не будем. То есть нам достаточно вершины хребтов найти и движение снега. Стараемся, чтобы линия была прямая. Так, у меня вроде бы прямо, но я могу скосить, так как смотрю на работу сбоку. Поэтому постарайтесь, чтобы линия снега была по прямой. Ну что, основная работа сделана. Теперь мы добавляем линер. Вы можете линер не добавлять, если хотите проработать только маркерами, либо вы работаете только акварелью. То есть основная работа, это рисунок у нас готов. Самый важный этап. Остальное все уже пойдет достаточно просто. Прокатываем клячкой. И добавляем рисунок линера. Линером сразу будем прорабатывать с вами текстуры. Нужные текстуры. Их тут много. Я беру тонкий линер. Начнем с пумпон. Пумпон, как я и сказала, вы можете не добавлять. Мне хочется его добавить. И здесь сразу нам нужно показать его пушистость. Поэтому края мы делаем достаточно рыбаной линией. И внутри тоже черточками подчеркиваем текстуру пумпона, что он пушистый. Дальше нам нужно показать шапку. Шапка у нас вязаная и с грубой вязки. Поэтому мы край делаем такими рыхлыми, выпуклыми линиями. И нижний тоже. Складки тоже такими рыхлыми линиями проработаем. И по самой шапке мелкими выпуклыми дугами добавляем текстуру. Сделали. И уже за счет того, что мы линиями подчеркиваем текстуру, предмет стал более выразительный. Дальше займемся капюшоном. То есть тут белая часть капюшона, она тоже из такого стриженного меха. Мы видим, что вот эти манжеты, швы тоже из этого же меха. Мы должны изобразить его одинаково везде. Такими мелкими-мелкими рваными объемами. Подчеркивая, что это мех. Здесь также по краю прорабатываем мелкой-мелкой рваной линией. Как газон стриженный. Газон стриженный мы бы так бы с вами и рисовали. То есть текстуры скетчинга важны. Особенно если вы работаете с линером. На лямку не заезжаем. И прорабатываем край. Показываем движение шва. То есть тут посерединке прерывистой линии. На расширение идет шов. И здесь также по объему шов показали. Внутри местами мелкие линии расставляем, чтобы показать рваной, что это пушистость. Что это мех. Сделали. И дальше продолжим работу. Будем прорисовывать рукава. Здесь уже линию мы делаем гладкую. Чтобы подчеркнуть разницу. Сразу прорисовываем складки. Складок мы делаем чуть меньше. Потому что если мы добавим весь объем складок, это будет смотреться слишком активно. Поэтому складки стараемся делать более такими художественными и в меньшем размере. Манжет мы делаем также пушистой линией. И по краю у нас идет шов. Мы тоже его делаем такой пушистой линией. Сделали. Дальше здесь у нас будет снизу еще виднется толщина рукава и складка. И давайте дорисуем объем руки. Добавляем часы. У часов перед нами есть толщина. Добавляем ремешок. Там намек черточками, что это часы. И теперь добавим объем руки. Объем пальчиков. Здесь движение волос. То есть волосы мы уже такими немножко округлыми, плавными линиями, как будто бы рисуем море. Добавляем. То есть волос тоже свой характер. Резинка. И давайте движение косички. Отметим. И с другой стороны. Сделали. Теперь перейдем к рюкзаку и отметим его объем. Начинаем с лямочки. Добавляем ей толщину. По краю добавляем пунктиром шов. Дальше. Добавляем ремни. Сначала отрисуем то, что сверху. То, что более выпуклое. То есть мы добавляем ремень и делаем его более выпуклым. И, конечно же, добавим строчки. Чтобы подчеркнуть, что это кожа с такими яркими строчками. Добавляем дырки. И следующий объемчик. И тоже по краю мы все проработаем строчками. Дальше. Идем дальше. Здесь у нас еще виднеются веревочки с узелками на конце. Добавим. Давайте продолжим с переднего кармана. Покажем, как его огибает ремешок. Шов добавляем. И объем кармана. Также по краю добавляем шов. Пунктиром. Добавили толщину. И также здесь по краю пунктиром отмечаем шов. Сделали. Теперь остается весь остальной объем рюкзака. Добавить. Переднюю его часть. Тут мы видим объем колец. То есть вот тут вот движение ремешков. Кольца по бокам сделали. И боковой объем. Добавляем. Дальше добавляем боковые карманы. Добавляем. И с этой стороны. Стараемся, чтобы они были на одной линии. Сделали. Такой вот у нас получился с вами рюкзак. По краю, вот именно где у нас карманы, мы можем опять же добавить строчки. И он достаточно у нас интересный получился. Дальше мы дорисуем спину. На спине мы видим движение капюшона. То есть это у нас капюшон. И за капюшоном также мы видим белый шов. И за этим швом туда уходят лямки от рюкзака. Дальше добавим следующие объемы. То есть с этой стороны мы видим складки от куртки. Мы делаем гладкой линией. И здесь тоже давайте дорисуем рукав. По краю идет шов. Рваной линией его. Добавим. Так, снизу у нас получается идет прямая линия. А потом только виднеется небольшой участок вот этого белого пушистого шва. Сделали. И манжет. Также сделали. Дальше. Отмечаем. Рукав. И теперь кисть. Добавляем движение волос. И за ним объем большого пальца. Складку. И остальные пальчики. Добавили. И волосы снизу. Отметим резинку. И теперь движение косички. Дальше. Дальше. Сбоку здесь у нас еще есть объем складок от куртки. И теперь объем бедер добавляем. По центру двумя пунктирами добавляем шов. Силуэт карманов у них тоже добавляем по краю шов. Получается у нас левый карман ниже, правый выше. Так, и здесь стык между ног. Уточнили. Отлично. Теперь силуэтно также добавим движение гор. Немножко такой неровный, местами ломаной линии. Скаты. Так, и здесь также легким-легким нажимом хребет и от хребта по бокам движение вниз. Так, и движение неровной линии сугроба. Отлично. Теперь лишние линии убираем ластиком. То есть тут мне надо до конца дорисовать объем горы. И мы проходим все ластиком, убираем все лишние линии. Ну что, лишние линии мы убрали и видим уже весь образ целиком. То есть уже за счет того, что мы линером добавляли характерные линии, образ читается, понятно, что это девушка в шапке, в шубе, держит за косички, что у нее кожаный рюкзак и стоит она на фоне гор. Сейчас нам нужно в данной композиции добавить цвет. Вы можете использовать как и маркеры, так и акварель по желанию. Можно брать только цветные карандаши. То есть такая основа, она позволяет работать разными материалами. Поэтому не ограничивайте себя, если вдруг у вас нет маркеров. Я же буду работать маркерами, примерно палитра перед вами. То есть я собрала все серые оттенки. Как вы видите, градация от светлого к темному. Также нам потребуются охристые коричневые оттенки. Розовый, оранжевый, голубой. Так как я хочу добавить больше цвета на девушку. Сделать ее ярче. Вы же можете двигаться ближе к фотореференцию, добавлять только серые оттенки. Если у вас большая палитра серых оттенков, вы можете, конечно, делать все ближе к фотореференцию. Я же сделаю поярче, как я и сказала, и начну с шапки. Шапку я хочу сделать яркую, красную, розово-красную. Беру R102 и полностью закрываю шапку. Сразу выбираем источник света. Свет у нас будет падать на девушку прямо. То есть она вот у нас, можно сказать, в тени. То есть мы видим свет по каждому краю равномерно распределяется. Поэтому в верхнем объеме по краю шапки мы добавляем, оставляем точнее светлые проблески. Удобно будет работать как и кистью, так и долотой. Ну, то есть посмотрите, какие у вас маркеры есть по краю. Стараемся оставить местами белые облики. И с этой стороны по краю также мы оставим белые облики. Остальное все закрываем. Помпон я тоже сделаю красным. Вы же можете добавить ему совершенно другой цвет, если у вас большая палитра маркеров. Также стараемся по краю местами оставлять. Блики. Сделали. И продолжаем работать этим же цветом, наслаивать объем. Делать именно центральную часть шапки темнее. И прорабатываем все мелкими дубами, сразу добавляя текстуру. То есть усиливая текстуру, которую мы с вами уже добавили линером. Таким образом. Дальше мы возьмем цвет чуть темнее. Вообще прелесть серых оттенков, что вы можете их вмешивать в любые цвета, чтобы делать их темнее. То есть я возьму темно-серый цвет В107. И усилю тень. Нам особенно нужно выделить с вами складку. Тень под пумпоном обязательно должна быть. И в целом по рельефу пройтись дугами. Подобавлять. И в нижней части тоже шапку подзатемнить. Внутри пумпона. Нижнюю часть тоже. Немножко затемнить. Возвращаемся к предыдущему цвету. Р-102. И растушуем все, что мы с вами добавили. Повторно пройдемся. Тем самым переход будет плавнее. И у нас с вами уже получается достаточно интересный объем у шапки. Мы потом, конечно же, тени усилим. Но сейчас мы от нее отдохнем. И перейдем уже к волосам. Дальше мы переходим к волосам. Здесь цвет волос вы можете сделать на ваш выбор. И так как я хочу сделать акцент на девушке. Ее сделать поярче. Поэтому волосы я буду делать в рыжей гамме. Использовать вот такой У103. И темнить Т505. Вообще, по идее, вы можете брать любые цвета. Главное, чтобы у вас было чем их затемнить. Но имея палитру серых оттенков, всегда можно данную ситуацию выправить. Если вдруг нет дополнительного темного цвета. И серым цветом затемнить выбранный вами оттенок. Начнем с волос. Я беру У103. Такой золотисто-желтый. И закрываю волосы. И с другой стороны косичку тоже закрою. Дальше этим же цветом мы начинаем. Начинаем темнить волосы у основания. Тут штрихи стараемся делать по направлению. Просто волос. То есть как они сплетаются в косичку. И центральную часть подзатемнить. Здесь там же. Так. Теперь более темным цветом я беру Т505. И добавляем более насыщенный цвет ближе к корням. Вот сюда ближе к шапке. Темним объем волос. И здесь по центру. Так как там сплетаются объемы. В центре волосы темнее. И здесь так же. Сделали. Дальше по желанию можно еще усилить тени. Я сделаю это снова нашим универсальным темным серым цветом в эстусе. И именно к основанию. Ближе к шапке. И тут где у нас по центру идут стыки. Тени усилим. Сделали. Под кистью тоже тень добавим. Отлично. У нас получились с вами полосы. Идем дальше. Дальше нам нужно определиться с цветом куртки. Тут конечно вы можете опять же выбрать любой цвет. Какой у вас есть наличие. Какое есть желание. Можно сделать куртку такой же серой как на фото. Я сделаю именно так. Возьму в основу серый цвет. Вот у нас получается. Есть 105. И темнить буду 107. То есть вот эти два цвета буду использовать для куртки. Вы можете опять же выбрать любые цвета. Главное чтобы сочетание вам нравилось. Начнем со V105. И закроем куртку. Здесь конечно же мы не трогаем мех. По краю местами можно оставить белые блики. Но если вдруг не оставить. Мы все равно потом будем белые блики добавлять белой ручкой. Нижнюю часть капюшона закроем. И идем дальше. Продолжение следует. И по бокам тоже объем. И закроем. Дальше. Усиливаем тени. Этим же цветом проходимся. Прорабатываем складки. В нижней части добавляем больше тона. Нам нужно показать, что сверху рукав светлее. Под капюшон. Объемчики темним. Они против света, поэтому темнее. Ближе к спине куртку темним. И здесь также. Сделали. Берем более темный цвет V107. И усиливаем складки. Конечно же здесь под рюкзаком. Под капюшоном. Под мехом. Самая темная тень. Складки выделяем. В нижней части тень усиливаем. Здесь под мехом также тень усиливаем. Ближе к спине тоже темним объем. И снова возвращаемся к основному цвету V105. И переход к теням делаем плавнее. Сделали. И у нас получилась с вами куртка. Можно еще раз вернуться к V107. И еще раз тени усилить. Именно в стыке под капюшоном и под рюкзаком. Сделали. Дальше мы берем цвет светлее V103. Если вдруг у вас нет очень светого цвета серого. Вы можете потом данные тени натушевать простым карандашом. Либо цветным черным карандашом. То есть карандашами цветными. Либо если у вас есть серый цветной карандаш. Вы тоже можете дорабатывать объем. Если вдруг не хватает цвета маркера. Светло-серым. Добавляем тень от шапки. В складке. То есть перед нами. Мех под затемним. По бокам оставим его светлым. Здесь также на спине. Вот тут куда свет не попадает мы мех темним. Здесь немножко снизу сверху свет. Снизу свет попадет. И единственное вот тут где у нас капюшон. Мы можем взять 105. V105. И складочку посильнее затемнить. Потому что здесь тень идет от шапки. И конечно же складка. У нас получилась с вами куртка. Дальше мы добавим цвет на рюкзак. Если я предлагаю сделать его охристыми оттенками. Коричнево-охристыми. Так как хочется фигуру сделать яркой. И на фоне таких серых белоснежных гор. Для этого возьмем цвет. Сразу начнем с охры. T505. И закроем рюкзак. Опять же цвет рюкзака вы можете поменять. Нам нужен основной цвет. И цвет который уведет данный оттенок в тень. Закроем. Металлические части не закрываем. Они будут серыми. Я здесь кольцо закрыла. Ничего страшного. С этой стороны не буду закрывать. Никаких бликов мы не оставим. Потом белой ручкой при желании доработаем. И этим же цветом продолжаем дорабатывать. И во все складки. На карманы. Под репешки. Усиливаем тени. Сделали. Дальше берем более темный цвет. T403. И усиливаем тени. В складках внутренние объемы. Все стыки. Проработаем. Под ремешками. И предыдущим цветом переход растушуем. Делаем более мягким. Сделали. Дальше. Темным цветом вернемся. Найдем лямки. Где они там у нас торчат. И их закроем. Вот таким образом. Серым цветом В105. Закроем металлические части. Так. Сделали. И вот такой у нас рюкзак получился. Дальше добавим цвет на джинсы. Я предлагаю взять голубой цвет. Вы можете взять любой синий цвет, который у вас есть в наличии. Любой голубой цвет, который есть. И здесь не так важен цвет. Просто мне хочется показать сочетание джинсы и такой теплой коричневой кожи. Дальше берем В105 и добавляем тени. То есть, как я и говорила, серый цвет это классный цвет, который позволяет увести в тень все, что угодно. Нам нужно, конечно же, верхнюю часть под рюкзаком увести в тень. Показать тень под ягодицами. И боковую часть ног. Вот этот центральный объем тоже затемнить. Тень под карманами. И под рюкзаком еще раз ее усилить. И между ног. Сразу объем появился. Дальше, раз у нас появился такой яркий голубой цвет, данный цвет должен быть отблеском виден в белых участках. Поэтому мы местами голубые отблески, серые, места нашей белой шерсти добавляем. Прямо по чуть-чуть. И сразу все стало более гармонично. Всего лишь добавили пару штрихов. Дальше. Нам нужен цвет кожи. Если у вас есть маркер, который телесный, вы используете для кожи, берите его. Я же смешаю розовый и охру. Точнее, это медовый получается. П402. Закрываем руки светло-розовым цветом. Дальше, медовым Т503. Добавляем тени между пальчиков у основания. Сделали. Дальше, светло-серым цветом В105. Вот этим усилим тени у основания. Тут можно на часы тень добавить, на рукав тень и на основание у кистей рук. Сделали. Возвращаемся к розовому цвету и переход между медовым и розовым. Разглаживаем. Руки делаем насыщеннее по цвету. Перемешали. И вот что у нас в итоге получается. Дальше. Мы возьмем цвет потемнее. В107. И усилим тень на джинсах. Именно вот тут вот на складке под ягодицами. Вернемся к В105. И растушуем. Переход к этой темной тени. Также В107. Усилим тень под рюкзаком. И также В105 растушуем. Отлично. Дальше. Нам нужно доделать с вами фон. Тут посмотрите по желанию. Можно делать его максимально непроработанным. Можно оставить так, потому что здесь контраст, так сказать, фактур. Но в таком варианте советую добавлять какую-то надпись сверху, чтобы заполнить пространство. Потому что сейчас девушка сильно выходит вперед. И дальнего плана не хватает, чтобы уравновесить ее яркость. Но если мы добавляем цвет, то добавляем его очень аккуратно. И использовать будем светлый цвет. Здесь у меня есть в наборе, в моем наборе маркеры серые, которые холодные. Я буду использовать их для фона, чтобы подчеркнуть теплоту и яркость девушки. Если у вас только одни серые, только три цвета, вы используете их, ничего страшного в этом нет. То есть мы берем самый светлый цвет, серый, холодный. И начинаем закрывать фон. Здесь мы смело прорабатываем небо. Смело прорабатываем небо. То есть оно серое, холодное. Нанесем объем цвета на небо. Сделали. Дальше нам нужно показать, что верхушки временами белые, но все равно к низу снег становится темнее. И мы этим же цветом начинаем прорабатывать объем снега. Именно в основании делать его темнее. Делаем неровные штрихи. И здесь также. И в нижней части горы темним сильнее. Так, и продолжаем работу. Продолжаем работу. Так, в нижней части полностью темним объем. В верхней части оставляем светлый снег. Так. Сделали. И дальше берем цвет потемнее. С102. И продолжаем прорабатывать объем. То есть тут мелкими мазочками мы показываем теневые объемы гор, которые проскакивают сквозь снег. То есть тут наша задача фон не перетемнить, чтобы девушка у нас осталась на первом плане. Поэтому так сильно темнить, как на фотографии, фон мы не будем. Мы его сделаем ненавязчивым. Мы его сделаем ненавязчивым. Таким образом проработаем все объемы. Так, и дальше. Следующий объем также проработаем. Так, и дальше. Следующий объем горы, он должен быть контрастнее, выходить к нам. Поэтому мы продолжаем работать этим же цветом. И нам нужно показать, что здесь у нас много-много деревьев. И именно вертикальными штрихами мы начинаем данный объем холма перед девушкой закрывать. Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 . Спасибо. 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 , что она у нас стоит не на идеальной белой ровной поверхности, что это снег, что где-то есть неровности. Сделали. Вот что у нас в итоге получается. Нужно подвыровнять небо более аккуратными штрихами. Таким образом. И конечно же показать, что некоторые холмы у нас уходят в небо, поэтому мы широкой частью местами будем приглушать объем вершин. Таким образом какую-то некую дымку покажем. Так. Сделали. Дальше у нас остается не так много работы. Достаточно интересный у нас уже с вами получился сюжет. Нам нужно его доработать цветными карандашами. Маркеры мы убираем в сторону. Убираем в сторону. Берем черный карандашик. И нам нужно все тени углубить, уточнить. То есть особенно тени от рюкзака. В куртке все стыки небольшим штрихом. Уточним. В мех добавляем более плавный переход в тени на куртке. Так. И дальше также проработаем складочки. Уточним карандашиком. Тонкие линии намного удобнее проводить. То есть мы можем с вами все складки сделать точнее. И также в рюкзаке тоже все стыки теневые усилить. Пакеты дополнительные неровности на штрихуем. Так. И стыки между пальчиков затемним. Силуэт. Прически. Движение волосков в косичках. Тоже затепнем. И конечно же джинсы. Под рюкзаком тень на штрихуем. Сделаем плавнее переход. Отлично. За счет того, что мы углубили тени, девушка стала еще ярче, контрастнее. Также на шапке тени углубили. Дальше берем белый карандаш и добавим светлые объемы. Особенно вот здесь на рюкзаке, чтобы подчеркнуть мятость объемчика, мы натушевываем белый цвет на более выпуклые части. Складки на куртке. Уточним. Свет на карман помягче. Также свет сверху шапки штрихами. Помпон под выделим. На волосы свет. На руки сверху. Также опять у нас объем девушки становится ярче, выходит вперед. Теперь по чуть-чуть подрастушуем пальчиком то, что мы добавили, чтобы штрихи карандаша стали мягче. Таким образом. И по желанию хочется выделить посильнее девушку. То есть мы берем линер. Для волос больше живости. То есть мы добавляем волоски, которые выбились из косичек. Показываем, что данный объем не идеальный, что где-то торчат волоски. Также здесь. Так сразу прическа стала живее. И, конечно, по желанию можно выделить второй раз контур у девушки, чтобы она сильнее вышла вперед. Но это по желанию не обязательно. Мне такой эффект нравится, поэтому вы уже заметили, что я часто добавляю двойную обводку на первом плане. Так. 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 Спасибо. Так, и у рюкзака тоже контур усилий. Отлично. Ну и, конечно же, белые блики. Как без них? Можно поставить белой гелевой ручкой, можно поставить белым маркером. Смотрите, что у вас есть в наличии. Также волоски, которые выбились за пределы, блики на шапку, на помпон, на куртку, на мех, на рюкзак. Рюкзак чуть-чуть. На джинсы также немножко. По контуру на куртку. На мех. Отлично. И такой у нас с вами получился сюжет. Ну что, друзья, скетч готов. Я уверена, вы порисовали и остались довольны результатом, потому что все-таки горы вдохновляют на творчество. Хочется рисовать их еще больше и больше. Не забывайте, что в конце марафона будет проходить конкурс, где наш спонсор бренд Малевич разыграет товары для творчества среди всех, кто нарисует все три урока данного марафона. Чтобы поучаствовать в конкурсе, вам нужно выбрать удобную соцсеть ВКонтакте либо в Инстаграме, пройтись по ссылочкам, прочитать все условия, конечно же, присоединиться, подписаться и рисовать по всем трем урокам марафона. Делиться результатами это самое главное условие. Остальные условия смотрите в каждой соцсети, они немножко отличаются. Всем желаю огромных гор вдохновения и, конечно же, отличного настроения. А мы с вами увидимся в следующем уроке на моем канале. Всем пока-пока-пока, до новых встреч!